Динамо Минск Вы совершенно напрасно с меня начали, потому что я за Динамо не играю, к сожалению. Если бы играл, может быть, выигрывали. Шутка. Если объективно говорить, то наша команда на таком уровне играет всего лишь второй год. Второй или третий. И два года мы в плей-офф. Это дорогого стоит. Во-первых. Во-вторых, что касается этого года, мы планировали продвинуться значительно дальше. Но я считаю, что здесь причина в том, что руководство команды и тренерский состав построили этот сезон неправильно. Пик формы пришелся на первую половину сезона, когда мы и Динамо дважды обыграли, и другие команды, и вышли на первое место в своей конференции. А к плей-оффу сдулись. Не может быть спортсмен весь сезон в одной форме. Надо уметь подвести... То есть планирование. Да. Надо подвести спортсмена к главным играм. То, что сделали и Динамо Москва, и другие команды, которые проигрывали Динамо Минску. Но к решающим матчам они подошли на пике формы. Я считаю, это главная причина. В 2014-м чемпионат мира должен пройти в Белоруссии. И сейчас какие-то ходят разговоры, что типа перенести и забрать у вас это право на чемпионат мира и отдать в другую страну. С чем это связано? Я слышал эти разговоры, но не больше. Не более того. Это чисто политизированный процесс. Он ничего не имеет общего со спортом. И если такое произойдет, это будет удар по имиджу Федерации хоккея, как минимум, а может по всему мировому спорту. Потому что Беларусь этот чемпионат мира заслужила. Она его выстрадала. И мы очень многое сделали к этому чемпионату. И я уверен, если этот чемпионат в Минске состоится, такого, все скажут журналисты, что такого никогда не было и еще долго не будет. На днях казнены два парня, которых признали виновными в терактах в Белоруссии. Не только в метро, но и в связи с других вещей. Евросоюз просил вас повременить с казнью, перенести. И предлагали в ответ на это повысить опять статус дипломатических отношений и много всяких уступок. Перебиваю. Евросоюз никогда не просил меня повременить с казнью этих людей. Евросоюз всегда от нас требовал отменить смертную казнь. Ну это да. Они в данном конкретном случае предлагали же отсрочить. Нет, не было такого? Нет, абсолютно не было. А что значит отсрочить? Приговор вынесен осенью прошлого года, в ноябре, по-моему, или сентябре, я точно не помню. То есть прошло уже несколько месяцев. Все процедуры по закону соблюдены. Если, конечно, пресса не врет, то вам предлагали некую политическую такую сделку. Отсрочить казнь, а взамен на это большие дипломатические уступки. Казалось бы, вы как политик изощренный должны были клюнуть на это, а вы на это не пошли. Вот почему? Во-первых, мне это не предлагали. Отсрочить смертную казнь, потом какие-то будут политические уступки. Но даже если бы мне предложили, было бы так, как сегодня есть. Потому что это совершенно несопоставимые проблемы и вопросы. Политические уступки со стороны Запада требуют политических шагов навстречу Западу. Это чистая уголовщина, притом катастрофическая крайняя уголовщина, прощения которой нет. Я думаю, так бы и в России поступили, и в других странах. Поэтому нечего тут сравнивать. И еще раз подчеркиваю, мне это и не предлагалось. Вам как политику, одному из сильнейших политиков Европы, что бы мне говорили, это было неинтересно, как такой маневр политический, даже не рассматривать. Это принцип. Это не то, что это неприемлемо. Что вы чувствовали, когда вы дали указание привести в исполнение приговора? Вы знаете, я указания не даю. Это делается на основании процедур определенных. Я просто не помиловал этих людей. И была запущена соответствующая процедура. Понимаю. Но что вы почувствовали в момент, когда вы могли помиловать, могли дать шанс? Вы знаете, Саша, я это чувствую не впервые, потому что таких решений за свои 17 или 18 лет я уже принял не одно. Такая ноша, такой крест президента. И когда принимаешь эти решения, часто спрашиваю, что для вас самое сложное. Я уже говорил как-то публично, что для меня самое сложное подписать соответствующий указ о непомиловании. Помиловал же я за весь период, которые были приговорены к смертной казни, по-моему, только одного человека. Для меня это была очередная трагедия в моей жизни. Но больше всего я сопереживал родителям этих людей, которым я помочь не могу, увы. Я думаю, что и в России, наверное, тоже, наверное, большинство людей, смею сказать, были бы за то, чтобы приводить в исполнение такие приговоры. Но ведь вы же, как человек, понимаете, что вот это вот осуществление смертной казни лишает права на ошибку тех, кто признали их виновными. Ведь могут открыться, ведь могут, согласитесь, через год, через пять, через десять открыться обстоятельства. Помнишь, что мать одного из мальчиков сказала, я теперь не смогу как бы доказать, да? Вот ведь может такое быть, да? Ведь мы лишаем права истории расставить все на свои места. А вот как сегодня, так и давай. У нас, кроме исключительной меры наказания, предусмотрено пожизненное заключение. И если мы, судебная власть, вообще власть в стране, будем откровенны, хоть на йоту сомневается, что где-то что-то недоизучено, и, а вдруг, как вы говорите, неправильное может быть решение, то человек максимум может получить пожизненное решение. Что может быть даже хуже, чем расстрел, на самом деле. Намного хуже, намного хуже. Но, процесс у нас был прозрачный. Сам процесс следственный. Следственную группу возглавил только что пришедший в прокуратуру руководитель Следственного комитета. То есть он ничем не был там связан, ему не надо было ничего доказывать. Он чистый человек, он пришел и возглавил эту следственную группу. Профессионал до мозга костей порядочный человек. Я настаивал на этом, чтобы он вел это следствие. Во-вторых, кроме следственного процесса, в нем участвовали, можно сказать, сотрудники ФСБ российского, сотрудники МОСАД, израильтяне и Интерпол. У них ни на одном этапе следствия не возникло никаких подозрений и вопросов. И самое главное, с самого первого допроса, а все снималось на аудиовидео, я потребовал это. С самого первого случая, когда их неожиданно для них задержали, они ни разу не сказали, что они не виноваты. Они все показали, рассказали. Это сопроводилось с вещественными доказательствами. И сам процесс судебный был полностью открытый. Зал 400 человек. Захотел Саша Гурнов приехать, снять, посмотреть или репортаж сделать, пожалуйста. Иностранные дипломаты, пожалуйста. Родители обвиняемых, потерпевших, искалеченных людей. Все там. Процесс шел открыто. Выходите и говорите. Если у матери были какие-то сомнения или подозрения, я на этом тоже настаивал. Любой сигнал должен быть проверен. И так было. Поэтому этот процесс шел от начала до конца абсолютно прозрачно. И потом намек некий на фальсификацию, подтасовку. Стоит вопрос. Зачем? Ответьте вы мне на вопрос, ставу на мое место. Мне зачем эта фальсификация? Если уж откровенно говорить, когда произошел теракт, я глубоко сомневался, что нам удастся раскрыть его. Потому что такие вещи очень сложные. Ну вот это многие меняются. Говорят, слишком быстро нашли. Могу прямо заявить, что я абсолютно не сомневаюсь в справедливости вынесенного решения. Абсолютно в этом не сомневаюсь. И когда мне говорят, ну вот молодые люди и прочее, я тогда задаю себе вопрос. Потому что через 40 минут я был в этом метро. Я помню, когда меня держали за руки, мне говорят, а если второй взрыв мы не исключаем? А у меня другого выхода не было, как идти туда. И я все это пережил. Но там личного ведь ничего нет. Я это все пережил. Это мое. Я должен этот крест нести. Я его буду нести. Советую, если не советую, с Богом. Это мое дело. Как и мое было право. Помиловать или не помиловать. Так вот, тогда я видел разбросанные куски тела. Они перед глазами у меня сегодня. Из урода на вагоны и разбросанные куски тел. И я, подойдя к этому месту преступления, я в душе перекрестился и вспомнил Бога. Проломлено было в метр воронка перрон. Там же железобетонная плита полметра толщиной. Взрыв ушел в пол и в вагон. А если в толпу людей, сколько было людей погибших? Ну ладно, погибли. Горе, беда. А 200 человек искалеченных? Это как? 200 человек искалеченных приходит с работы мать, отец или сестра, брат. Или жена видит мужа. Или муж жену искалеченную без ноги, без глаз и прочее. Кто посочувствует им? И вообще для Беларуси это чрезвычайный случай, аномальный. И это будет пресекаться жесточайшим образом. Будет пресекаться. Чего бы ни стоило, это мне или кому бы то ни было после меня. Давайте про московскую политику. Пошел вот этот вот саммит Евразес. И вот первые, вот пока вы ехали сюда к нам на интервью, уже пришли, и пришла информация. Однако, что главным итогом этого саммита стало решение повременить трансформации этого союза. Потому что помешал Минск, то есть вы, у которого нашлись расхождения с Москвой. Поясните, что имеется в виду. Врет. Нет расхождения с Москвой. Врет. У нас, как и у других. Во-первых, я вам расскажу, как было, и вы потом сделаете выводы, какие были расхождения. На прошлом саммите Евразес, когда мы создали таможенный союз и запустили с января этого года, вот этого года, единое экономическое пространство, это более высокий уровень интеграции, встал вопрос, а что делать теперь с Евразес? Евразес свою функцию выполнил. Цель Евразес была создание таможенного союза. Мы не просто таможенный союз создали, мы создали единое экономическое пространство, и членами этого ЕЭП стали три государства, которые этого захотели, которые к этому были готовы, и которые сделали под это соответствующую нормативно-правовую базу. А это нелегко, это законы, это в парламентах надо было принимать. Стыковка очень долго шла, это годы работы. Оказалось, три таких государства. В Евразес их пять. Кыргызстан и Таджикистан. Вот трое этот барьер перешагнули. Мы сейчас создали Единую экономическую комиссию ЕЭК, которую возглавляет Христенко. Это новый наш орган, который управляет всеми делами в этом таможенном союзе. И встает вопрос, что делаешь с Евразес? И тогда, в январе месяце, Назарбаев, в первом, я его поддержал и пошел дальше, против был Медведев. Мы сказали, что все, нам Евразес больше не нужен, он выполнил свою роль. Надо его преобразовать, поскольку он международная организация, статус у него международный, ее нельзя разрушить. Ее надо преобразовать во что-то. И я тогда заявил, что мы первый квартал будем финансировать, секретаря, структуры евразесовские. А уже с апреля месяца мы финансировать не будем, у нас в бюджете даже этих денег нет. И мы договорились, что в марте встретимся и примем решение, что делать с образованием таможенного союза и ЕЭП, что делать с Евразесом. Вот мы и встретились. Российская сторона взяла на себя обязательство подготовить проект решения по этому вопросу. Россияне молодцы в этом плане. Они подготовили договор о преобразовании Евразийского экономического сообщества в Евразийский экономический союз. Ранее мы приняли подобное решение и договорились, что с 2015 года мы будем в этом Евразийском экономическом союзе. Здесь россияне предложили ускорить этот процесс. И белорусская сторона их поддержала, обратив внимание на две позиции, которые заключались в том, там в договоре, в проекте договора, который россияне предложили, было написано, что наша комиссия, экономическая комиссия Христенко, имеет право от имени троих на международной арене заключать договоры. Ну, мы, вот я дословно сказал, мы не против, если это будет камнем преткновения, то мы согласимся на это. Но это не нужно, мы сами пока и Россия, и Казахстан, и Беларусь могут заключать от своего имени договоры, потому что это экономическая организация, Европейский экономический, Евразийский экономический союз, а договоры и политические, и военно-политические, и прочее. Мы договорились о том, что если нам нужно, чтобы европейская, наша единая экономическая комиссия вела переговоры от троих, мы ей дадим полномочия. И мы уже по двум направлениям такие полномочия дали. Вот мы выступили за то, чтобы этой нормы не было. Но мы действительно не приняли этот проект договора, не подписали. Почему? Потому что Казахстан выступил категорически против экономического союза. Теперь судите, кто был за, кто против. Казахстан, это тоже в этом логика есть. Возразил на наши предложения россиян и белорусов, а мы были едины в подписании договора. Мы сказали, да, договор надо подписывать о союзе. Они заявили о том, что не надо ускорять этот процесс. Договарились в 2015 году выйти на уровень союзных отношений? Давайте в 2015 году. То есть на вас по привычке свалили. И еще один вопрос тоже связан с новостями. Буквально на днях Шушкевича не выпустили из Беларуси, он в Литву куда-то собирался. Я делал с ним интервью, встречался. Он всегда жестко вас критиковал. Но при этом вы как-то спокойно к нему относились? Что-то изменилось? Вы знаете, я всегда отношусь спокойно к тем людям, которые были до меня. Господь им судья. Как они работали. Вы можете оценить Шушкевича, меня и Кебича и других и так далее, сделать соответствующие выводы. Я никогда не кивал на прошлое. Шушкевич сейчас у вас становится в Российской Федерации героем чуть ли не на каждый день на всех каналах. Только вы не забывайте, что при Шушкевиче всех русских людей посадили на чемоданы. И если бы не плохой Лукашенко, им бы пришлось, они уже всех поделили. Вот белорус, русский, поляк, то русским бы делать уже в Беларуси не было. Вы это не забывайте на всякий случай. Это так как бы между прочим. А что касается его политики, ну одного достаточно акта, когда он с Кравчуком настаивали перед Ельцином о развале Советского Союза. Вот это достаточно, это его характеризует. Что касается выпустили, не выпустили. Сегодня в Европейском Союзе принят список так называемых невъездных. Где и ваш покорный слуга и так далее и тому подобное. Этот список принят с подачи нашей пятой колонны, которую возглавляет один из руководителей, Станислав Станиславович. А, то есть вы в ответ сделали список невыездных. А мы сделали, и то мы его еще не ввели, на полную мощь еще не ввели, но введем. Это они Западу подбрасывают фамилии, организации, предприятия и настаивают на введении экономических санкций. Они. Спасибо. 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 Спасибо.